Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. А сейчас время региональных новостей. В эфире телерадиокомпания «Анапа-регионы». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. День учителя в одной из самых маленьких школ Анапы. Сохраним скверы. Зеленые зоны будут защищены от строительства официальным статусом. Сельские дороги в центре внимания. В Джигинке приступили к благоустройству двух улиц. Начнем с главной темы. Сегодня Международный день учителя. Отметить любимый праздник со всего края съехали с делегацией в краевой центр. Так что возможность выразить слова благодарности анапским педагогам будет завтра. Чество не пройдут в городском театре. А сегодня глава города Сергей Сергеев съездил в одну из самых маленьких сельских школ. В этой школе на Большом Разноколе всего 68 учеников. И директор школы Ольга Михайловна Серцева, внешне сама как школьница, хотя у многодетной мамы трое детей, приехал глава города в самый разгар праздника. У нас как раз там праздник, мероприятие, концерт. Пройдемте, спасибо. Маленькой уютной рекреации дети готовились к концерту. В кабинете у директора школы скромно, но исходя из возможностей, все со вкусом. Сергей Павлович интересуется, кто помогает школе. Депутат Мечаев помогает, родители помогают. Ну, в смысле, родители, но вот Фоменко, который магазин держит, у нас тоже мало предпринимательства. В Аквамарин я обращалась, тоже помогали нам. Вопросов мэр задавал молодому директору очень много. И на каждый уверенный обстоятельный ответ. А сколько детей у вас с 9 класса, а потом переходят в ЖНК, допустим? У нас в Юровку идут. Кто хочет получить 10-11 класс, а потом высшее образование. Ну, сколько лет? В прошлом году? В прошлом году никто, потому что у нас в прошлом году выпустилось 4 девочки. В этом году 2 ученика у нас пойдут в 10 класс. Они уже обозначились, да? Да, они уже обозначились. А как они выбираются туда? На автобусе. У нас отсюда и будет автобус туда. Школьный? Школьный, да, желтый. В маленькой школе, где учатся с 1 по 9 класса, нет столовой. Школьное питание организовано, у нас горячие завтраки. Готовим, правда, мы на базе садика, который через дорогу. И у нас здесь буфет раздаточный. Для этого у нас есть все, и пермос, и все по Санпину у нас есть. А в садике своя столовая? Там столовая хорошая, да? Да, новая. Проблем нет, да? Тоже проблем нет, мы заключаем. У вас есть никакие проблемы в школе нет? Нет. Но маленькую школу все же ждут перемены, приятные. На хуторе молодежи много. Самая высокая рождаемость в Анапе. У нас сейчас прирост. Если в том году у нас было, вернее, два года назад было 50 учащихся, потом 55, на январь было 60, на сентябрь 68. А вы посчитали на будущий год? В первый класс сколько? На будущий год еще больше, уже 13. В этом году у нас 13 учеников, да, на будущий год 13. Подарив подарки и прощаясь с директором школы, Сергей Сергеев отметил, что таким коллективам приятно помогать и поддерживать их. Здесь живет душевная теплота и глубокое человеческое участие в судьбе детей. Глава города посетил магазин предпринимателя Фоменко и еще раз поблагодарил за работу Валентина Николаевна, торговый объект которой – пример для многих городских. Вот уже 28 лет в средней школе номер 5 работает преподавателем начальных классов Виктория Анатольевна Звягина. В далеком 1988 году она пришла в школу молодым специалистам и по сей день продолжает педагогическую деятельность, которую начали ее близкие еще в начале 20 века. От улыбки Виктории Анатольевны в коридорах пятой школы становится светлее, говорят ее ученики. Доброжелательная, искренняя, наполненная каким-то удивительным внутренним оптимизмом, так характеризуют ее коллеги. Преподаватель уже в четвертом поколении, она с особой теплотой вспоминает, как начиналась учительская династия ее семьи. Начало 20 века моя прапрабабушка была учителем начальных классов, затем прабабушка учителем математики, затем уже ее дети, это мои бабушки двоюродные, одна учитель математики, другая бабушка, непосредственно моя, учитель географии, дедушка, муж бабушки, был учителем физики. И бабушка, кстати, с дедушкой, они преподавали в этой школе почти с самого начала. Затем мама моя пришла в эту школу и работала учителем географии. О выборе другой профессии и разговора не было. За время работы Виктория Анатольевна воспитала уже шесть выпусков. Как она сама признается, каждый становился практически родным. Доходило до того, что собственные дети, которых у нее двое, начинали ревновать маму к работе. Всегда очень переживала, когда уходила в декретный отпуск, как же мои дети. Каждый урок, который проводит преподаватель, можно назвать образцово-показательным. Здесь кипит слаженная работа. И пусть не всегда все получается с первого раза, упорство, которым она заражает своих маленьких воспитанников, поражает. По букве, по слогу, мелкими шагами она продвигает первоклассников к большим знаниям. Коллеги по работе высоко ценят профессионализм и опыт Виктории Анатольевны. Ведь кроме того, что она высококлассный специалист, она еще и очень отзывчивый человек, который никогда не унывает сам и поддержит всегда в трудную минуту других. Такого опытного, такого знающего, такого толкового специалиста, ну, каждый руководитель пожелает видеть рядом с собой. Вот, потому что это на самом деле профессионал своего дела. Она всегда на позитиве. Вот у нее всегда эта улыбка солнечная. Она заражает всех. Даже когда она чем-то недовольна, у нее все равно улыбка с лица не сходит. Да, в глазках бывает грусть какая-то, бывает, ну, бывает же у нас, у женщин всякие неприятности, да, и по работе может быть что-то. Ну, в семье у нее замечательно все. У нее замечательные дети. Я знакома с детьми. И дочка у нее в 11 классе. Сын недавно женился. Вот, ожидают внуков уже. То есть, все замечательно. Когда в семье все хорошо, и на работе все хорошо. Ну, почему не улыбаться? Молодец она. Я ей очень довольна. Я ей горжусь, что у меня такой заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Но даже в профессиональный праздник День Учителя Виктория Звягина не оставляет своего рабочего места и продолжает вести организационную работу в старших классах. Школьники со всей школы идут к ней за советами и рекомендациями. И вместе с ними она ищет новые пути реализации проектов и инновационных решений. Ведь не зря говорят, кто постигает новое, лилия старая, только тот может носить имя настоящего учителя. О том, как себя чувствует отрасль в день профессионального праздника, мы поинтересовались в управлении образования города-курорта Анапа. В нашем городе всего 92 образовательных учреждения. Школа у нас вместе с негосударственными и частными школами 34, 42 детских садика, один детский садик находится на капитальном ремонте и 13 учреждений дополнительного образования. Всего педагогов во всех этих учреждениях порядка 2,5 тысяч работает. Это только педагогов, а работников более 4,5 тысяч. Потому что в каждом учреждении есть педагоги, которые осуществляют непосредственно учебно-воспитательный процесс, а есть вмогательный персонал, но они также работают в нашей системе. Поэтому у нас очень большая система по охвату трудящихся. Система образования не стоит на месте, она все время развивается. Развивается в разных направлениях. Здесь и в направлении дошкольного образования, внедрения новых федеральных образовательных стандартов. Здесь и в школе у нас в этом году новые казачьи классы. В этом году у нас по-новому мы изучаем региональный предмет кубановедения. В этом году мы по-новому изучаем основы православной культуры. Здесь и учреждения дополнительного образования с обязательным охватом каждого ребенка, который проживает на территории нашего муниципального образования. То есть система развивается. И положительная, конечно, динамика в развитии системы есть. У нас очень большая миграция. Порядка 600 детей в год мы принимаем, мигрантов, которые переезжают на постоянное место жительства, к нам в муниципалитет. Поэтому вопрос с педагогическими кадрами, он, конечно, стоит. И он вопрос актуальный. Где-то около 37% в настоящий момент педагогов пенсионного возраста. Молодые кадры идут, но идут не так быстро и не так много, как нам хотелось бы. В этом году мы встречали 9 молодых педагогов. Это из учреждений дополнительного образования, школ и детских садов в наших образовательных учреждениях. Это те, кто закончили институты в этом году. И в первый раз пришли к нам работать педагогами. Много это или мало? Я считаю, что мало. Потому что профессия педагога, она вечная профессия. И не стыдно, не зазорно. И очень почетно быть педагогом. И считаю, что в нашу отрасль должны идти дети и работать. К сожалению, может быть, недостаточно широко мы рекламируем свою профессию. Может быть, считаем, что дети и так знают, как работает воспитатель в детском саду. Ведь он не так давно вышел из детского сада. Как работает учитель в школе. Но дети ведь не видят всех нюансов профессии. И в этом году мы решили, что для 11-классников будем показывать открытые мастер-классы по работе педагога. Из чего состоит работа педагога. Какие документы, какие интернет-программы. Насколько интересно быть педагогом. Вот это самое главное. Ну, конечно, будем привлекать. У нас, как и во всем Краснодарском крае, в нашем муниципальном образовании действует программа по обеспечению земельными участками. Но отдельных категорий педагогических работников по сельским округам. Те педагоги, которые нам традиционно требуются. Это педагоги русского языка, математики, иностранного языка. В отдельных сельских округах физической культуры у нас имеют возможность получить бесплатный земельный участок. Также заместитель начальника управления рассказал о том, что ждать в этом учебном году от единого государственного экзамена. И к чему необходимо подготовиться родителям учеников в старших классах. Об этом и многом другом зрители могут узнать на нашем сайте anaparegion.ru. И к другим темам. Дворовые территории в микрорайонах отремонтируют? Задачи на ближайшее время перед управлением по жилищно-коммунальному хозяйству поставила первый заместитель главы Анапы Анжелика Бузунова. До 14 октября коммунальщики должны составить схему расположения контейнерных площадок на территории муниципалитета. С Роспотребнадзором вопрос установки контейнеров для сбора мусора согласован, рассказала на общегородской планерке Анжелика Бузунова. Дорожная техника скоро зайдет на дворовые территории. Проконтролировать соблюдение сроков и качества поручили управление ЖКХ. Мы планируем, Сергей Михайлович, отремонтировать все дворовые территории в микрорайоне. Поэтому завтра последний день подачи. Пожалуйста, на контроль, чтобы были заявки, чтобы все было в порядке. Это первоочередная задача. Но дождей мы должны провести на начале. От управления архитектурой коммунальщики ждут проекты благоустройства улиц Объездной и Сквера на Парковой. Реконструкция также ждет участки улиц Краснодарской и Гребенской. С 17 октября Ростехнадзор приступает к проверке готовности муниципалитета к осенне-зимнему периоду. Сквер в районе автотранспортного предприятия на Парковой получит официальный статус зеленой зоны. Соответствующее поручение дал глава города-курорта Сергей Сергеев. Там будет запрещено любое строительство. Территорию приведут в порядок при участии компании, которая прокладывала через нее коммуникации к новым домам. Ход работ вместе с первым заместителем мэра Анжеликой Базуновой проинспектировала и наша съемочная группа. Этот сквер сделают недоступным для застройки. Здесь наведут порядок, подрежут деревья, высадят новые, установят скамейки и урны. В настоящий момент формируется земельный участок. Его поставят на кадастровый учет и внесут в реестр зеленых зон города-курорта. Во-первых, это будет существующая зеленая зона, в которой возможно только прогулочные какие-то дорожки, скамейки. Здесь недопустимо будет строительство какого-либо, предоставление под какие-то цели, связанные со строительством, с торговлей. Этого не будет здесь никогда. Здесь будет зеленая зона. И так как вот этот новый комплекс построился, вот, пожалуйста, готовая парковая зона, где смогут играть и дети, и гулять мамы с колясками. Здесь будут лавочки установлены, кто-то сможет просто отдохнуть. Привести территорию в порядок поручил глава города Сергей Сергеев. Делать это будут при участии компании, которая прокладывала коммуникации к новым домам. Здесь будет асфальтовая пешеходная дорожка. По словам Анжелики Бузуновой, озеленение города – одна из ключевых задач. Новая зелень появится на улице Гребенской, на пути к центральному пляжу, а также на улице Краснодарской, между Крымской и Новороссийской. Это будет комбинация деревьев и газонов с системой автополива. Ее установка экономически оправдана. У нас потом не требуется заезжать на больших машинах поливомоечных, поливать эти газоны, портить плитку. Во-вторых, полить из машины так все равно невозможно. Полив он работает в определенное время суток, как правило, это ночью. Если поливать днем, летом, есть определенные моменты, трава еще больше может гореть и тому подобное. В настоящий момент готовятся эскизные проекты новых зеленых островков. К первым работам планируется приступить уже через пару недель. А в Джигенке отсыпают чебнем две улицы общей протяженностью около полутора километров. Местные жители говорят, что просили сделать эту дорогу 15 лет назад. Но решился этот вопрос лишь после недавнего обращения в городскую администрацию. В этом году особое внимание уделяется именно сельским улицам и дорогам. Виктория – почтальон в селе Джигинка. Ездит на велосипеде, говорит удобно и быстро. До этого была дорога, до этого мы прокалывались. Сейчас более-менее хорошо. Примерно так будут выглядеть две улицы – Виноградная и Солнечная. Их общая длина – около полутора километров. Дорожники говорят, что муниципальный контракт предусматривает основательный подход. Подготовку основания, укладку с щебнем слоем 15 сантиметров, ширину проезжей части 5 метров. Выравниваем земполотно, насыпаем основание, укатываем. Вибрационными тяжелыми катками с поливом, в принципе. Исправляем неровности, завалы, которые также есть в смете, как исправление профиля. Ну, как говорится, пытаемся придать дороге достойный вид. Местные жители отмечают, что село разрастается, жителей больше, соответственно, растет транспортный поток. До этого были ямы, по пол колеса машина завазила. Дорога стала относительно ровной уже после того, как просто прошлись грейдером по цемене. Павел Анатольевич говорит, что дорожные работы здесь проводятся впервые за 15 лет. Раньше, если что-то и делали, то за свой счет. Для нас это идеально будет то, что было. Ну, конечно, хотелось бы асфальт. Дорожные работы в Джигинке планируется завершить к понедельнику, если не вмешается погода. В администрации города-курорта говорят, что в этом году особое внимание уделяется улицам в сельских населенных пунктах. В том числе в станицах Гостогаевская, Благовещенская, Виноградном, сельском округе, других территориях. В общей сложности по итогам года уложить асфальт или отсыпать щебнем планируется более 10 километров полотна. 15 октября Санкт-Петербургский межрегиональный центр образования «Без границ» приглашает школьников и студентов принять участие в молодежном культурно-образовательном проекте «ВИВАД Санкт-Петербург». К участию в проекте приглашаются юноши и девушки, студенты высших и средних профессиональных учебных заведений, а также школьники 5-7 классов, всех видов общеобразовательных учреждений и центров дополнительного образования детей. Как можно оформить заявку, вы сейчас видите на своих экранах. Продолжительность программы «Один день». Цена путевки всей программы – 2100 рублей. Сопровождающий группу «Педагог» принимает участие на бесплатной основе. Проект стартует 15 октября. А я напоминаю, что генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.